Его божественная милость Ачия Бхактивиданта Свами Прабхупада Движение, начатое им, теперь известно миллионам людей по всему миру Хотя он сам остается в тени Без всяких личных амбиций, он скромно трудился во имя распространения сознания Кришны Предного служения в Верховной Личности Бога Однако его достижения и личные старания не оказались незамеченными Ведущие ученые и теологи мира высоко оценили его уникальный вклад А тысячи людей возлюбили его как своего дорогого друга и благожелателя В ознаменовании его памяти его ученики возвели на холмах Западной Виргинии Изумительный мемориал, который сейчас посещает более полумиллиона людей в год В этом центре, как и во множестве других по всему миру Шиле Прабхупаде отдается дань любви теме, в чьих жизнях он оставил глубокий след Искон Синема представляет Ваш вечный благожелатель Биография его божественной милости Ачеба Ктивданты Свами Прабхупады Годы жизни 1896-1977 Всегда помнить о Кришне, помнить о Боге и никогда не забывать о Нем Такой была цель богатейшей духовной культуры, которая процветала в Индии тысячи лет Даже в наши дни Господа Кришну вспоминают и чтят монументальными достижениями в архитектуре, искусстве, драме, музыке, танцах и философии Калькутта, 1896 год, столица Индии Бриллиант, венчающий корону Британской империи Красивый город с широкими проспектами и парками Именно здесь родился мальчик Абай-Чарана Равинда Чистый преданный с самого рождения, мальчик Абай-Чаран вырос в благополучной семье торговца С малых лет он вместе с отцом посещал храм Радхи Кришны К четырем годам ребенок спонтанно начал почитать подобные божества у себя дома Когда Абай-Чаран услышал о Радхаятре, традиционном фестивале в честь Господа Кришны Это еще больше вдохновило его в его естественной преданности При поддержке отца он каждый год проводил с соседскими ребятишками свой маленький фестиваль Восемь лет Абай-Чаран поступил в соседнюю школу Матилал А после ее завершения в шотландский церковный колледж Один из наиболее престижных в Калькутте В то время Махатма Ганди призывал своих сограждан бойкотировать все, на чем стояла марка Англии Гандизм распространяется по всей Индии, объединяя народ в глобальном движении неповиновения Остро реагируя на британскую оккупацию, Абай-Чаран стал поддерживать движение Ганди Но 1922 год стал поворотным в жизни Абай-Чарана Он встречается со Шрилой Бхакти-Сидхантой Сарасвати Госвами Величайшим преданным Кришне своего времени Шрила Бхакти-Сидханта принадлежит к цепи ученической преемственности, исходящей от самого Господа Кришны Он убеждает Абай-Чарана в том, что духовное послание Кришны выше зависимого положения Индии И что нет ничего важнее этого Он просит Абай-Чарана распространять сознание Кришны в западном мире Абай-Чаран остался под глубоким впечатлением от услышанного К тому времени у Абай-Чарана уже большая семья Он переезжает в Аллахабад и с успехом начинает свой фармацевтический бизнес Но слова его духовного учителя запали в сердце В 1933 году он становится учеником Шрилы Бхакти-Сидханты Который сказал про Абхая В свое время он сделает все Через три года Шрила Бхакти-Сидханта покидает этот мир После того, как вновь попросил Абай-Чарана проповедовать на английском языке Абай-Чаран принимает эти слова в сердце и принимается усиленно писать В 1944 году он единолично начал публикацию и распространение журнала «Обратно к Богу» Который выходил раз в две недели Первый выпуск был посвящен военному кризису Уже пять лет Вторая мировая война терзала планету Журнал подчеркивал, что люди по всему миру хотят покончить с войной Но так часто они желают на земле Царства Божьего без Бога, что невозможно Все их планы будут обречены на провал из-за их собственного эгоизма, пока они не обратятся к Богу По окончании войны Абай-Чаран отправляется в Джанси, чтобы основать там Лигу Преданных Он разработал устав международной организации, члены которой были приверженцы мирной богоцентрической жизни Его первый ученик Ачарья Прабхакар вспоминает Он всегда преподносил сознание Кришны, и люди шли к Нему за знаниями Общаясь с ним, многие изъявляли желание стать его учениками Он говорил им, я могу принять вас ученики, но сначала начните повторять имена Бога И оставьте курение, мясную пищу, недозволенный секс и азартные игры Но оставить эти привычки соглашались с ним многие И он сказал, индийцы подражают Западу Я буду принимать учеников на Западе А когда индийцы увидят, что люди западных стран следуют их религии, они также последуют их примеру Следуя традиции, в 58 лет Абайчаран оставляет семейную жизнь И через 5 лет принимает уклад отречения Теперь его зовут Ачия Бхактивиданта Свами Он жил в одиночестве в средневековом храме Радха Дамодара во Вриндаване Занимаясь глубоким изучением и написанием книг Именно во Вриндаване Господь Кришна проводил свои развлечения 5000 лет назад И на протяжении веков святые люди почитали Вриндаван как наиболее священное место В отличие от других святых, живших там, Бхактивиданта Свами и не думал отрекаться от дел Вриндаван был для него идеальным местом для вдохновения, поклонения и литературной работы Здесь он начал работать над шедевром своей жизни Переводом и комментариями классического произведения Бхактии Шримад Бхагаватам Бхактивиданта Свами называет эту книгу культурным даром Для восстановления духовности во всем человеческом обществе Он часто покидал Вриндаван, чтобы печатать свои журналы и книги, находящиеся поблизости Дели Такие путешествия требовали времени и терпения И Бхактивиданта Свами принимал их как часть своей духовной миссии По распространению преданного служения Господу Кришне Он писал Наши лидеры вежливо пренебрегли сокровищницей духовного наследия Индии И они пытаются подражать западному материалистическому образу жизни Но исключая наиболее важную сторону жизни, духовную Люди сейчас еще более несчастны, чем когда-либо до этого В Дели Бхактивиданта Свами лично распространял копии журнала «Обратно к Богу» И, получая ничтожные пожертвования, боролся за продолжение издания Он регулярно встречается с Сурендр Кумар Джейном, владельцем типографии Это было где-то в феврале 1956 года, когда я впервые встретился с Прабхупадой Он пришел ко мне, чтобы напечатать журнал «Обратно к Богу» Я понял, что для него было нелегко собирать деньги Он практически ежедневно приходил в типографию И часто он лично работал над печатью Он был предан своему делу и преисполнен уверенности Когда он не был в состоянии платить за печать Я спрашивал, почему вы занимаетесь этим? Остановитесь! Он отвечал, о нет, в этом моя миссия Однажды ты увидишь, что я достигнул в этом успеха В 1964 году Бхактивиданта Свами завершил работу над тремя томами Шимадбхагаватам Премьер-министр Лао Бахадур Шастре оценил его достижения и рекомендовал поместить эти книги в публичной библиотеке Индии Сумати Мораджи, глава судовладельческой компании Синдия, выделила средства на публикацию книг Бхактивиданта Свами и устроила его переезд в Америку Он приходил каждый вечер, и однажды он сказал, что хотел бы отправиться в Америку Я была удивлена, я попыталась разбедить его Свами-джи, не езжайте туда, вы слишком стары, там вам будет слишком холодно Но Свами-джи настоял на своем Я сказал, хорошо, я устроил его поездку на судне Джаладута По пути, когда они проплывали через Сурат, наступил день явления Господа Кришны И он отметил этот день, собрав весь экипаж корабля Он декламировал шлоки и затем раздал немного просада Бхактивиданта Свами, одинокий 70-летний монах, пересек половину мира Его единственным богатством было послание, которое он нес в Америку, его непоколебимая вера Путешествие на Джаладуте было очень трудным Бхактивиданта Свами перенес морскую болезнь, затем испытал острую боль в груди За два дня он перенес два сердечных приступа Он думал, что если произойдет еще один сердечный приступ, он безусловно не выживет Но постепенно он выздоравливал Он пишет Сегодня мне лучше, но я чувствую боль разлуки с Фриндауном У меня нет нужных качеств, но я пошел на этот риск только ради исполнения наказа моего духовного учителя 17 сентября 1965 года Джаладута прибывает в порт Бостона Еще находясь на борту, Бхактивиданта Свами писал Дорогой мой Господь Кришна, ты столь милостив к этой никчемной душе Но я не знаю, зачем ты меня сюда привел Практически все здесь погружены в материальную жизнь Как смогу я донести до них твое послание? Я смогу просто повторять твои слова Если ты пожелаешь, то сможешь сделать мою речь доступной в понимании Я не наделен ни преданностью, ни знанием Но моя вера в Святое Имя Кришны сильна Меня назвали Бхактивидантой Наделенным преданностью и знанием И сейчас, если ты пожелаешь, ты можешь воплотить в жизнь подлинный смысл слова Бхактивиданта Подписано, наиболее несчастный и нищенствующий Аче Бхактивиданта Свами Вначале Бхактивиданта Свами остановился в городе Батлер, Пенсильвания В доме сына своего друга Гапала Агарвала и его жены Салли Свами был другом отца моего мужа, господин Агарвала из Агры, Индия Он попросил меня оказать поддержку Свами, что я и сделала Поэтому он прибыл к нам в дом однажды ночью И пробыл у нас в Батлере целый месяц Я полюбила его как своего тестя Он был очень чуткий, отзывчивый и добрый человек В действительности он был самым необычным человеком из всех, кого я когда-либо встречала в жизни С собой у Свами было совсем немного вещей Одежда в сумке, печатная машинка и немного своих книг Он также привез с собой мешочек крупы Представьте, так приехать на другой конец света, не имея почти ничего за душой Однако он привез очень многое в своем сердце Еще он с вами привез с собой специальную кастрюлю, в которой он готовил для себя пищу А по сути и наш ужин Нашему мальчику было всего 6 месяцев, когда приехал с вами При нем он впервые встал на ноги Он смеялся, не переставая, когда видел, как тот встает Его смех, казалось, наполняет весь мир Он много смеялся И мне казалось, что этот смех переполняет всю Вселенную Тот месяц общения с ним был самым счастливым в моей жизни И хотя в Баттлере он жил со всеми удобствами Бхактивданта Свами считал, что наиважнейшая философия в мире, сознание Кришны Должна распространиться в наиболее важном городе мира, Нью-Йорке Он переезжает на 72-ю западную улицу, в дом номер 100 Через 3 месяца его печатная машинка и магнитофон для перевода были похищены Позже Бхактивданта Свами говорил Я приехал в Америку, рискуя своей жизнью Физически я не был к этому готов на старости лет Иногда я не знал, где мне жить Я не был приспособлен к суровым холодам Казалось, что год я провел в одиночестве, но я никогда не чувствовал себя одиноким Я всегда чувствовал присутствие своего духовного учителя Так что, несмотря на какие трудности, я не терял энтузиазма Бхактивданта Свами приехал в Америку, когда та была охвачена смутой Из-за широкого недовольства масс войной во Вьетнаме И расовой эксплуатации внутри и за пределами страны Разочарованная существующим положением, молодежь начинает движение контркультуры К моменту приезда Бхактивданта Свами, многие американцы отреклись от существующего статуса Кло в поисках альтернативы Короткое время Бхактивданта Свами жил в Бовери, на чердаке, предоставленном ему другом Мукунда Свами, присутствующий тогда на лекциях, рассказывает об их первой встрече Он носил очки в толстой оправе, перед ним лежала большая раскрытая книга на санскрите Он говорил глубоким звучным голосом и очень авторитетно Он очень красиво и мелодично пел санскритские шлоки Было очевидно, что он большой знаток и ученый Меня он необычайно заинтересовал, я был поражен тому, как человек такого уровня, истинный аристократ, мог жить на Бовери, в таком мрачном районе Нью-Йорка Позже я подошел к нему, чтобы побеседовать Я стоял, а он сидел на своем сидении и смотрел на меня снизу вверх Его взгляд похож был на взгляд счастливого невинного ребенка Я чувствовал, что он готов предоставить мне все свое время Он никогда не ограничивал его Я задавал вопросы, а он отвечал Через некоторое время он переехал на 2-й авеню поблизости Мы помогли ему арендовать маленький магазинчик И через несколько недель это местечко на 2-м авеню В Нижнем Истсаде Нью-Йорка, который населяли тогда тысячи молодых хиппи Превратилось в красивый храм Кришны Я помню, тогда этот храм посетил поэт Ален Гинсберг Когда он переехал на нижний сайт, я подумал, что это немного странно социальной точки зрения Поскольку с вами йоги традиционно поселялись в богатом районе, где их спонсировали и обеспечивали состоятельные люди Например, Кришна Мурти жил в верхнем восточном районе, в шикарной квартире с французской мебелью А Бактивиданта жил в месте, напоминающем трущобы Калькутты, где жили хиппи и множество других социально отверженных групп Его появление как бы напоминало появление солнца и света в том самом месте, где это было нужно Конечно, в 60-е годы Нижний Восточный район был неким интеллектуальным центром искусства и духовности Так что, похоже, исторически, с его стороны, это был правильный выбор Томпкинский парк, октябрь 1966 года Субтитры создавал DimaTorzok Мой друг рассказал мне о празднике любви в парке в позапрошлую среду И к тому времени я уже искал Гуру Так что Кришна послал меня туда И после встречи с несколькими учениками я понял, что Свами именно тот, кого я искал Я приехал в Америку в 1965 году в сентябре Я просто бродил по улицам Некоторые из юноши увидели меня И постепенно пришли ко мне Моя миссия заключается в проповеди философии Господа Чайтани Этот трансцендентный звук очистит ум от всякой скверны Неважно кем бы человек ни был Этот трансцендентный звук Одинаково подходит каждому Независимо от языка Национальности, вероисповедания и касты Поскольку этот звук Исходит из глубины души Кришна, позднее писал Бхактиданта Уже кое-что приготовил Одного за другим он послал мне вас Искренних парней и девушек Обучаться сознанию Кришны Теперь я вижу, что это чудо В противном случае как мог выжить Одинокий старик, имевший всего лишь Несколько книг для продажи И с трудом достававший себе пищу Не говоря уж о том, чтобы начать Духовное движение в материалистическом обществе Для Бхактиданта Свами Это были счастливые дни Когда он пел и беседовал с молодежью Он знакомит общественность С движением Харе Кришна Через пение в парках Распространение журнала «Обратно к Богу» И проведение воскресных пиров любви Привлекавших многих Его надежды на будущее безмерно усиливались Движение Харе Кришна пустило корни Как-то в 1967 году Мне дали вырезку из газеты New York News Договорился о каком-то Свами в Нью-Йорке Я поехал в Нью-Йорк И увидел его И познакомился с его движением Сначала я встретился с учениками отдельно От Бхактиданта Свами И искренне говоря Я был несколько разочарован ими Казалось, они не до конца знали, что делали Им было бы не совсем ясно, что вообще происходило Однако они были исключительно серьезны и безраздельно преданы своему делу Я не мог совместить эти два момента С одной стороны, какое-то непонимание, с другой убежденность До тех пор, пока я не встретил Бхактиданту Свами И как только я увидел его Это было после нескольких посещений храма Я понял Вот тот, благодаря которому все это происходит Но меня удивило то, что он сам Никогда не оказывался в центре всего Он никогда не говорил, что вы должны делать это ради меня Он всегда говорил, что вы должны делать это И я должен это делать ради Кришны Затем он попросил их делать то, что, по их мнению, было невозможным Он сказал одному из своих первых учеников Начни выпускать журнал Но тот никогда не имел дело с журналами Разве что только читал их Он спросил, как мне это делать И Бхактиданта Свами сказал Кришна поможет тебе Просто поразительно Как своим влиянием он вселял в людей уверенность Уверенность в себе Но, что более важно Он вселял в них уверенность в то, что существует некий поводрит Который ведет их И дает им необходимую силу Бхактиданта Свами не принадлежит лишь Нью-Йорку Он принадлежит Кришне Поэтому, когда несколько его последователей Пригласили его в Сан-Франциско Он отправляется туда Представив свободомыслящей молодежи Кришну С его древней культурой Его духовной пищей С его вечной песней Методом, позволяющим всегда испытывать блаженство В самом центре движения хиппи В Хейтэшбери В парке Золотых ворот А также в сердцах хиппи Мантра Харе Кришна Звучала с невообразимой силой Как и в Нью-Йорке Бхактиданта Свами собирает искренних последователей Движение сознания Кришны начинает расти Знак уважения Ученики начинают именовать Бхактиданту Свами Прабхупадой Что значит тот, у чьих стоп восседает учителя Из Монреаля Прабхупада послал шестерых учеников открывать в Лондоне храм Ямуна Деви Даси вспоминает Итак, той осенью мы вылетели в Лондон И хотя у нас не было постоянного места для жилья Мы во всем полагались на Кришну Так или иначе За счет энтузиазма, который Шилл Прабхупада вдохнул нас в Монреале Нам удалось познакомиться С Джорджем Харрисоном, который тогда был членом группы Битлз И он оказался настолько приятным человеком Он настолько оценил мантру Хари Кришна Что сразу сказал Давайте выпустим пластинку Мы сделали запись И ему она очень понравилась Он сделал некоторую аранжировку к альбому И он был выпущен А фирма Apple организовала для нас турне Мы отправились в Германию, Францию выступать на телевидении И мы были сенсацией для крупнейших газет London Times, Sunday Times И мы смогли послать Шилл Прабхупаде отчет с заголовком Сознание Кришны Сенсация в Лондоне По мере того, как обретшие убежденность люди приходили к нему Шилл Прабхупада давал им посвящение Но не на основе рождения Как это принято в костной кастовой системе Индии Но на основе квалификации и искренности Во всей истории духовной жизни Индии Никто никогда не делал столь смелый и, казалось, невозможный шаг Превратить людей Запада в настоящих преданных Господа Кришны Но благодаря своей великой духовной силе и сострадании Шилл Прабхупада достиг удивительного успеха Сколько лет вашему движению? С исторической точки зрения ему около 5000 лет Почему оно начало входить в моду на Западе лишь недавно? То есть, только совсем недавно оно начало охватывать западный мир Почему так? На Западе молодое поколение было разочаровано Я говорю о движении хиппи Когда они увидели нечто стоящее Они приняли это Как вы думаете, если все в Соединенных Штатах Присоединятся к движению сознания Кришны Так же, как вы это делаете Что произойдет с этой страной? Как она изменится? Все будут очень счастливы и умиротворены Больше не будет хиппи А кого вы считаете хиппи? Вы знаете лучше меня Нечто экстраординарное Больше всего меня вдохновляло в Шилл Прабхупаде То, как он старался ради своих учеников Больше всего Прабхупаде нравилось находиться со своими учениками Это не было так, что он принимал множество учеников А затем заставлял их делать что-то ради себя Он делал для нас больше, чем мы для него И путешествуя с ним лично Я был свидетелем его великой жертвы во имя нас Даже больной он продолжал проповедовать Даже больной он беспокоился о нас Он интересовался тем, как идут дела в обществе, которые он создал Как дела у отдельных учеников Он проявлял внимание к нашим личным потребностям Он был очень заботливым И не стоял в стороне Все, что он хотел от нас Это то, чтобы мы отвечали на его любовь Если мы отвечали, то он давал нам больше Мой личный опыт общения с Шрилой Прабхупадой в том Что я нашел в нем того, кому я мог действительно всецело посвятить себя Для Шрилы Прабхупады Сознание Кришны было не кабинетной философии Или религии на время Это был образ жизни Это была трансцендентная культура Способная положить конец политическим, экономическим и социальным проблемам людей Чтобы достичь этой цели, за 12 лет Шрилы Прабхупада 14 раз объехал мир Вдохновляя своих последователей и обсуждая сознание Кришны со всеми теми, кто проявлял к нему интерес На самом деле, ничто не является частной собственностью Все принадлежит Богу Просто мы украли у Бога Его собственность И присвоили себе Сейчас мы в Австралии Сюда приехали англичане Но является ли эта страна собственностью англичан? Она была здесь всегда Америка Существовала всегда И когда всему придет конец, она останется здесь Но в промежутке приходим мы и заявляем, это наша собственность Чтобы во всей полноте возродить традицию сознания Кришны Прабхупада знакомит людей с идеей богоцентричных сельскохозяйственных общин Построенных по принципам самодостаточности, простой жизни и возвышенного мышления Первая такая община была основана на 60 гектарах земли на холмах Западной Виргинии Прабхупада называет ее Новый Вриндаун по обители Кришны в Индии В 1972 году Шила Прабхупада основал систему начальной школы сознания Кришны в Далласе, Техас Шила Прабхупада очень практичен Он учредил систему начальной школы с тем, чтобы научить детей самосознанию Наряду с общепринятыми дисциплинами Эта система Гурукл уникальна в том смысле, что сами преподаватели Свободны от пороков В этом мире с трудом можно найти учреждения, где преподаватели избегают недозволенного секса Не употребляют спиртное, табак И при этом хорошо образованы Это редкое явление Но в сознании Кришны учитель должен находиться на уровне чистого предного служения Поскольку дети очень восприимчивые, они учатся не тому, что говорят учителя, а тому, что они делают Таковы некоторые из принципов, которые Шила Прабхупада ввел в Гурукуле Шила Прабхупада постепенно обучает своих учеников, освященные веками традиции поклонения Божеству, чтобы помочь им духовно вырасти Он объясняет Я ввел эту систему поклонения Божеству среди неверующих людей, атеистов Мы не сможем понять Кришну с помощью наших нынешних чувств Но по своей милости Он соглашается лично прийти в образе Божества, чтобы принимать наше служение Если мы привлечемся прекрасным образом Божества, то позабудем о соблазнах этого мира И по мере служения Божеству мы разовьем чистую любовь к Богу Тогда наша жизнь увенчается успехом В Мельбурне, Австралия, Шила Прабхупада поклоняется Господу Чайтанья, Божественному воплощению Кришны По милости Чайтанья Махапрабху, мы установили здесь, в вашей стране, Божество Вам выпала большая удача, что Чайтанья Махапрабху пришел в вашу страну Чтобы научить вас тому, как освободиться от всех беспокойств Такова миссия Чайтанья Махапрабху Все обуреваемы беспокойствами Но каждый может освободиться от них Если последуют пути предначертанным Ши Чайтанья Махапрабху Принимая во внимание падшее положение людей в эту эпоху Им также дается очень простой метод Им предлагается всего лишь повторять Святое Имя Бога И все В течение пяти лет после прибытия в Америку Шрила Прапупада знакомил с сознанием Кришны главным образом жителей Запада От домохозяек и хиппи до конгрессменов Затем в ноябре 1971 года, после кругосветного путешествия, он возвращается в Дели с несколькими учениками Мэр города принимает его с почестями, как патриота, вернувшегося на родину Прапупада цитирует Господа Чайтанью Долг тех, кто родился в Индии Действовать во благо остальных, распространяя сознание Кришны В этом величайшая слава Индии Ее уникальный дар миру Каждый вечер на массовый фестиваль в Дели собирается 30 тысяч человек Чтобы посмотреть на западных предных и послушать Прапупаду Чтобы изменить сердца индейцев и возродить сознание Кришны Прапупада привозит своих танцующих белых слонов Он сказал нам, когда я привезу в Индию своих западных учеников Они все придут посмотреть на моих танцующих белых слонов На самом деле, нам очень нравится быть танцующими белыми слонами Прапупады Мы считаем это за особую милость Прапупады к нам Он дал нам возможность быть его танцующими белыми слонами И всячески помогать ему проповедовать сознание Кришны в Индии Один астролог из Навадвипы, западная Бенгалия Передал Прапупаде, когда увидел его фотографию Он сказал, что этот человек способен построить дом В котором может в дружбе жить весь мир Он может построить дом, в котором очень дружно может жить весь мир И когда я сказал Прапупаде об этом, тот ответил, да, такова моя миссия В сознании Кришны может в мире жить весь мир Пока движение Харе Кришна распространяется по всему миру Шила Прапупада стремится оживить его истоки в Индии Он отправляется в Майапур, западная Бенгалия Место рождения Господа Чайтани Именно Господь Чайтани пять столетий назад Начал совместное пение святых имен Бога В Майапуре преданные купили небольшой участок земли И приступили к строительству международной гостиницы Для гостки преданных, которые ничего не понимали в строительстве Это была нелегкая задача Но Шила Прапупада направляет и вдохновляет их Что касается нас, то мы с удовольствием обойдемся соломенной хижиной Но если у нас будет одна лачуга, кто придет сюда? Чем серьезнее развивается этот комплекс, тем больше людей захочет посмотреть на него По замыслу Прапупады, в Майапуре будет построен храм понимания Где разместится самый большой планетарий в мире Вокруг него возникнет духовный город со школами, магазинами, фермами И многочисленными храмами для поклонения Господу Кришне В сердцах индийцев живет естественное уважение к вечной культуре сознания Кришны Многие выражают желание примкнуть к движению Шилы Прапупады и получить у него посвящение Никто не должен голодать в радиусе 12 километров от храма, наказал Прапупада В марте 1972 года преданные начинают бесплатное кормление, раздавая просад Вегетарианскую пищу, предложенную Господу Кришне Когда в Майапуре появились капитальные здания, Прапупада приглашает своих учеников С шести континентов принять участие в ежегодном празднике вознаменования Явления Господа Чайтани Прапупада хочет, чтобы ученики очистились и обрели вдохновение, вспоминая о Господе на его святой земле Во Вриндаване Шилы Прапупада вводит своих последователей в паломничество по святым местам И лично рассказывает им истории про Господа Кришну Преданные наслаждаются омовением в священных родах Ямуны Прапупада покупает землю в Бомбее В наиболее космополитическом городе Индии И хотя пока здесь стоит лишь скромная хижина Прапупада предвидит появление Международного культурного центра Он желает открыть как можно большему числу людей доступ к нектару трансцендентной жизни Рассказывая им о философии, предоставляя возможность служения или угощая духовной пищей Только для того, чтобы все могли обрести счастье, надежду и мир в душе Доктор Дасай, ведущий промышленник в Бомбее, вспоминает С 1971 по 1977 год я много раз встречался с Прапупадой И каждый раз при встрече с ним я пытался найти в нем недостатки Я даже пытался разозлить его Однажды я даже попытался изобличить его в жадности Но я не мог найти в нем никаких недостатков На самом деле, наша деловая повседневная жизнь Побуждает нас порой искать у других их слабые места Бывает, что как бизнесмены мы пытаемся воспользоваться этим в своих интересах Но это был человек, которого ничто не выводило из себя В нем не было ни капли вожделения, ни капли алчности Я не заметил в нем ни пятнышка зависти И тогда я осознал спустя шесть лет Что он поистине был человеком от Бога Постепенно, говорил Шилаппадо, я вижу, как мои мечты сбываются В Бомбее появился просторный мраморный храм, театр, ресторан, библиотека И два семиэтажных корпуса под гостиницу В Майпуре строится хорошо спланированный духовный город Во Вриндаване были воздвигнуты знаменитый храм Кришны Баларамы Международная гостиница и средняя школа На глазах Прабхупады его общество вырастает во всемирную конфедерацию Из более чем ста храмов, ресторанов, институтов, школ и сельскохозяйственных общин 500 лет назад Господь Читания предсказал, что однажды святое имя Кришны Можно будет услышать в каждом городе и деревне мира В середине 70-х Ахаре Кришна знает практически каждый Когда я впервые встретил первых ващнаов, я помню, был сильно удивлен Мне было действительно непонятно, что все это значит Эти одежды и пение на улице, бритые головы, все это казалось немного странным и причудливым Но чем больше я узнавал о движении, тем больше я ощущал поразительное сходство Между их учением и моим пониманием изначального христианства А именно, простая жизнь, нестяжательство, сострадание ко всем живым созданиям Принцип делиться всем, любить и жить в радости Меня впечатлило, насколько учение одного человека об духовной традиции, что он принес Повлияло на жизни стольких людей На мой взгляд, его вклад очень важен и останется для потомков на века Еще ребенком, вместе со своими друзьями, Шрила Прабхупада праздновал Радхаятру возле своего дома в Калькутте По прошествии многих лет он продолжал отмечать этот праздник, но на этот раз на главных улицах 20 крупнейших городов мира С сотнями тысяч учеников и гостей Люди подражают американцам Я путешествую по всему миру И повсюду я вижу, как они пытаются возводить небоскребы Подражая вашей стране Поэтому, если вы согласитесь стать сознающими Кришну И петь и танцевать в блаженстве от эмоциональной любви к Богу Весь мир последует за вами Мир превратится в Вайкунтху и настанет конец всем беспокойствам Спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где бы ни находился Шива Прабхупада перед огромной толпой, перед горсткой учеников или наедине с самим собой, он всегда сохранял дух преданности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Вайкунтху и настанет конец всем беспокойствам Эти юноши-наркоманы, как же они стали создающими Кришну? Вот это чудо! После прогулки Шила Прабхупада приветствует Божества Верховного Господа, предлагает поклоны и дает лекции по стиху из Шимадбхагаватам. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, у вас может быть 2 миллиона долларов, а у меня 10 долларов, а у кого-то 100. У каждого есть какие-то средства. С этим все согласятся. Но никто не может сказать, что мне принадлежит все. Это невозможно. Если кто-то может сказать, что мне принадлежит все, то это Бог. Кришна говорит об этом. Никто в истории не говорил ничего подобного. Но Кришна сказал, «Бог-тарам-ягетапасам, сарвалокам-ахешварам, я владею всем, и мне принадлежит Вселенная». Кто может сказать такое? Это Бог. После полудня Прабхупада встречается с гостями. Здесь, в Лос-Анджелесе, собрались ученые-теологи. Ваша гордость, ваша собственность, ваша семья, ваш банковский счет, ваши небоскребы, все это отнимут. Все, точка. Это Бог. Вы понимаете теперь, кто такой Бог? «Верите вы и не верите, Бог однажды придет и заберет вас и все, чем вы пользовались, и вам придется убираться». Об этом говорится в Бхагавадгите. «К тем, кто не верит в Бога, я прихожу как смерть и отнимаю у них все». Этому следует поверить? Да. Это неотвратимо как смерть. Существование Бога столь же реально. Поэтому, если только человек не безумен, он не сможет сказать, что Бога нет. Любой, кто отрицает существование Бога, безумец. Прабхупада, не лучше ли будет сказать, что он просто ограниченный, глупый человек? Да, это то же самое. Сумасшествие – это высшее выражение тупости. Фестиваль, текст флэш. В день, все бенгали-девоты, которые посетили жаганнат-темпуль, первое, берут свой бас в этой лете, его наиболее значительным вкладом являются книги. При жизни Шрилы Прабхупады их было распространено более 60 миллионов на 30 языках. Профессора из многих главных университетов использовали их как рецензированные тексты и посылали лестные отзывы. Он совершил очень важную работу, впервые представив западному миру философию преданности Ши Кришны Чайтани. Он не только представил эти тексты, его переводы разительно отличались от других переводов, что были сделаны ранее. Я читал много разных переводов, к примеру, перевод Бхагавадгиты, которые все толковались с позиции безличной философии Адвайты. Но в его случае это был, можно сказать, первый перевод в духе преданности, духовный перевод текста, который, по моему мнению, гораздо ближе подводил к подлинному значению и цели Бхагавадгиты. Учрежденный в 1972 году Пактивиданта Бук Траст публикует исключительно труды Шрила Прапупады. Это издательство становится наикрупнейшим распространителем книг в области индийской философии и религии. Для Шрила Прапупады трансцендентное знание, содержащееся в этих книгах, составляет основу движения Хари Кришна, движение, которое будет непрерывно расти в течение следующих 10 тысяч лет. В 1977 году, несмотря на ослабевающее здоровье, Шрила Прапупада продолжает учить и путешествовать. В феврале 1977 года Кумпамела, Валахабаде, Индия. Самое крупное место паломчества в мире. Для того, чтобы принять омовение в Святой Ганге, собираются миллионы. Невзирая на физическую слабость, Шрила Прапупада принимает участие в празднике. Его ученики проводят киртан и распространяют книги и журналы обратно к Богу. Практически с самого начала Шрила Прапупада давал нам знать, что Он не всегда будет с нами. Через два месяца после открытия храма в магазинчике на Второй Авеню Он очень сильно заболел. У него случился инсульт. И тогда казалось, что Он может оставить нас в любое время. И Он предупреждал нас. Он говорил, «Я старый человек, я могу уйти в любую минуту». Одно предупреждение уже было, 70 лет прошло. Прапупада никогда не пребывал в иллюзии, что Он останется здесь с нами навсегда. Но говорил Он, «Останутся мои наставления». И с самого начала Он обучал нас следовать Его наставлениям и использовать свои личные качества для исполнения Его просьбы прославлять Кришну. Хотя Его состояние постоянно ухудшалось, Шила Прапупада давал вечерние лекции в Бомбее. В мае Он отправился в Ришикеш, к подножию Гималаев, и здесь пытался восстановить здоровье. Там Он продолжал наставлять своих близких учеников. Затем в октябре Шила Прапупада возвратился в свой дом во Вриндаване, чтобы провести там свои последние дни. Хотя Он не домогал физически, и разум Шила Прапупады оставался ясным. Он продолжал диктовать переводы и комментарии к главному труду своей жизни, Шимат Бхагаватам, вплоть до последних дней в этом мире. Все в мире действует и движется согласно высшему желанию Кришны. Это и есть сознание Кришны. 14 ноября 1977 года Его Божественная Милость, Ачеба Ктигнанта, Свами Прапупада, оставила этот мир. Эта Божественная Личность, говорившая на тысячи тем, наделявшая других знаниям тысячами различных способов, вдохновившая тысячи преданных, теперь возвращалась к Своему Господу, Шри Кришне. Милостивый к Своим преданным, Господь Кришна дал им возможность общаться с Шрилой Прапупадой. И независимой ни от кого в своих желаниях, Господь прервал это общение. Однако Шрила Прапупада остается с нами. Он вечно живет в своем учении, всегда останется в сердцах своих последователей, как их вечный благожелатель. Производство Искон Синема, Едобара Дас и Виша Кадаси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова